Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Ирина Кузина и это программа «Прямой эфир». Как живет меховой бизнес сейчас? Какие предпочтения у современных женщин? Искусственный мех или натуральный? Это главная тема нашей программы. Ответить на вопросы пришли к нам в студию Александр Кашлик, врач-кардиолог. Я очень рада вас приветствовать. Здравствуйте. И Алексей Бончужный. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь, в том числе и в работу крупных торгующих организаций. С каким настроением вы начинаете новый этап своей работы? Расскажите об этом. В новый сезон мы выходим с новым товарным знаком «Тверская меховая». Это будет представлено в наших торговых залах и с новым названием «Тверская меховая компания за шубой». А чем это обусловлено? Мы, конечно, следим за всем, что происходит вокруг нас, идем в ногу со временем, сохраняем, конечно, все лучшие традиции и развиваем все новые моменты для того, чтобы грамотно работать с нашими покупателями. И на сегодняшний момент мы понимаем, что мы уже давным-давно стали гораздо больше, чем просто ярмарка, потому что мы готовим целые события для жителей города. Мы организовываем современное производство меховых изделий, мы отбираем лучшую пушнину для этого, ведем разработку дизайна моделей, создаем в наших торговых залах атмосферу гостеприимства, уважения и праздника. Поэтому еще раз приглашаем к нам на Тверскую меховую ярмарку за шубой, которая будет проходить в Олимпе пять дней с 15 по 19 июля. — Алексей, а что такое все-таки ярмарка? Что такое за особенность такая торговли? — Это самая простая, с одной стороны, но и надежная форма торговли, которая исторически близка нашим русским людям. И женщины наши, как показывает практика, на сегодняшний день с удовольствием приходят на ярмарки, потому что ведется прямой диалог покупателя с продавцом, всегда богатый, качественный выбор товара, хорошие цены. Можно глаза в глаза задать любые вопросы, попросить обосновать цену, рассказать, откуда товар. И, конечно же, с уверенностью принять решение о том, что нужно покупать. — Все шубы будут из натурального меха, я понимаю, так? — Все шубы из натурального меха, плюс мы еще готовим коллекцию пальто в этом сезоне. — Я не просто так спросила, потому что все-таки мир не стоит на месте, и на помощь человеку приходит и искусственный интеллект, и многие бренды стараются представить своим покупателям, например, шубы из искусственного меха. Вот как вы считаете, к чему это может привести? И действительно ли новый тренд этой искусственной шубы? — Тренд искусственного меха сейчас находится только в средствах массовой информации. Натуральный мех, он как был базовым фундаментальным материалом для зимней одежды, так и мы остается. Поэтому сейчас, конечно, ведется много споров о том, сохранить ли свои позиции натуральный мех, или его заменят новый синтетический искусственный материал, который называется эко-мех. Сейчас ведется много споров. Мы, как профессионалы-меховщики, считаем, что в нашей стране, где происходят резкие перепады температуры, резкие перепады погоды, длительные минусовые температуры, всегда исторические и традиционные зимние одежды изготавливаются из натурального меха. Поэтому у нас он будет востребован всегда. — Вот в этой связи хочу обратиться к Александру. Вы как практикующий специалист. Расскажите, с вашей точки зрения, вот мы покупаем шубу из натурального меха, это достаточно дорогостоящий материал, мы в него вкладываемся, и мы хотим получать радость. Может ли натуральный мех вызвать аллергию? — Вызвать аллергию может все что угодно. То есть люди, если предрасположены к аллергическим реакциям, это уже следствие, это уже не причина. Следствие именно как раз говорит о том, что организм находится в неблагоприятном состоянии, когда у человека возникает та или иная аллергия. Поэтому мех как таковой, это уже не причина аллергии, а причина — это внутреннее состояние организма, насколько оно чисто, насколько оно сбалансировано, насколько все энергосистемы организма работают именно в балансе между собой, друг с другом. Поэтому натуральный мех — это благо для человека. — А есть ли вообще сейчас конкуренция? Натуральный мех, искусственный мех, что в конечном счете будут в дальнейшем выбирать? — Смотрите, на сегодняшний момент действительно химическая промышленность шагнула вперед, она не стоит на месте, и она представляет новые искусственные синтетические материалы, они красивые, там новые цвета, они приятные на ощупь, но все равно на сегодняшний момент они не смогут составить конкуренцию натуральному меху, потому что они не обладают такими теплозащитными свойствами, тактильности у них такой нет. Износа стойкости тоже значительно выше натурального меха, то есть искусственный мех — это красиво, но недолго. То есть износа стойкости, конечно, выше натурального меха. И плюс сама еще экологичность, то есть сейчас ведется очень много споров, то есть в тренде как бы экология, но хочу заметить, что эко-мех — это от слова экономично, то есть это тот материал, который, наоборот, он производится из продуктов нефтяной промышленности, он не биоразлагаем, он небольшой срок имеет службы. Вот искусственный мех, как Алексей сказал, он все-таки это искусственный. Это изделия из нефтепромышленности. И, естественно, эти же продукты, которые могут и воздействовать на организм человека через ткань, непосредственно через кожу. Кожа у нас самый большой — это орган. И коневое дыхание никто не отменял. И кожа дышит. И она дышит этими формальдегидами, она там и запренами, и всякими вот этой химической линейкой, которые эта шуба выделяет, особенно когда она попадает в тепло. Начинается процесс именно выделения всех токсических веществ. Натуральный мех он не выделяет. Человек себя будет чувствовать очень комфортно, потому что шуба, она еще гигроскопична, обладает гигроскопичностью. Искусственная шуба не обладает гигроскопичностью. Вот как вы считаете, зачем сейчас вкладываться в покупку натуральной шубы? И какие могут быть ценовые диапазоны на сегодняшний день в условиях сегодняшней ситуации? И кто сегодня может позволить покупку шубы из натурального меха, чтобы было тепло, комфортно и красиво? Мы прекрасно понимаем, что была очень теплая зима, что сейчас плюс вот эта пандемия, ограничения, люди волнуются. И мы снизили свои цены, чтобы люди именно сейчас покупали шубу из натурального меха. Это будет по большому счету главный фактор покупки. Это, конечно, низкая и выгодная цена. То есть хочется купить добротную, качественную вещь по хорошей цене. И это мы будем представлять на наших выставках, на нашей распродаже в Олимпии с 15 по 19 июля. Поэтому приглашаем, мы приготовили хорошую коллекцию. Таких цен, какие мы выходим в этот раз, никогда не было. И в сезон уже, конечно, больше не будет. Кто же может купить на Тверской меховой шубу для себя подобрать? И какая ценовая политика? На сегодняшний момент, конечно, есть устойчивое мнение, что шуба из натурального меха – это уже обязательный атрибут деловой, активной, энергичной женщины. В такой период сейчас летний, как правило, шубу себе покупают люди основательные, которые готовятся к покупке заранее, спокойно выбирают, сравнивают цены, для того, чтобы принять взвешенное решение и купить добротную, качественную шубу по выгодной цене с хорошими скидками. Поэтому мы, конечно, и предлагаем на нашей выставке, мы подготовили хорошую распродажу добротных, качественных изделий. Будет представлен богатый выбор. Что очень важно, будут представлены все размеры. Все размеры у нас в наличии, от 42-го до 60-го. Мы оденем всех женщин, кто к нам придет на выставку. Также мы будем представлять на нашей выставке богатый выбор мехов. У нас будет богатая коллекция шуб из отборного благородного каракуля, которая вошла прямо в меховой рынок, можно сказать, ворвалась в прошлом году. И женщины с удовольствием покупали. Также это было обусловлено тем, что и была теплая зима. Поэтому шубы из каракуля пользовались большим спросом. Шубы из каракуля будут настоить от 49 тысяч рублей. Следующая богатая коллекция – это наша гордость. Это шубы из отборной российской норки. Перед нами образцы этого сырья. Оно всегда является участником всероссийского конкурса пушнино-клеточного звероводства. Является эталоном по густоте, блеску, шелковистости, мехового волоса. Только такой мех идет для производства наших меховых изделий. Будут представлены природные цвета. Например, это сапфир, пастель черный. Также будут представлены современные тонировки и красения в наших торговых залах. Шубы из норки будут стоить от 79 тысяч рублей. Здесь, например, будет у нас акция. В дне выставки можно будет купить пальто. Называется оно «Белла». Длинное пальто из цельных шкур норки будет стоить 98 тысяч рублей. В сезоне цена такого изделия – 150 тысяч рублей. Поэтому можно сориентироваться о размере скидок и выгоде от этой покупки. Также мы будем представлять шубы из овчины. Цены на них будут от 15 тысяч рублей. Шубы изнутри, шубы из стрижен внутри. И впервые в этом сезоне мы будем представлять коллекцию пальто от 5 тысяч рублей. Милые дамы, приглашаем к нам на Тверскую меховую ярмарку за шубой. Мы работаем 5 дней с 15 по 19 июля в торговом центре «Олимп». Мы приготовили распродажу. Будут большие скидки до 40%. Таких цен никогда не было и к сезону уже больше не будет. Поэтому приходите к нам, выбирайте и покупайте лучшую шубу для себя. Я благодарю вас за ваши слова. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо и до новых встреч. Благодарим вас. Всего доброго. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова